Мы ждем остальных запросов, да да. Сержант, мы поздравляем вас с... Какие у вас впечатления об этом матче? В общем, спасибо. Во-первых, спасибо. И я думаю, что мы играем очень хорошим матчом. В первой половине, в первых 45 минут. В втором половине мы пытаемся держать позицию и играть. После этого мы играем очень хорошим матчом. И я счастлив. Прежде всего спасибо. Считаю, что мы провели хорошую игру. Первый тайм особенно. Во втором тайме мы уже играли больше позиционно. Нам нужно было контролировать мяч. И поэтому да, я счастлив. Мы сыграли хорошо. Как вам уровень российской лиги по первому матчу? Какие у вас впечатления? Уровень единоборств. Уровень движения мяча скорости. Да, это очень хороший уровень. Я удивлялся. Потому что Динамо пытается играть быстрый футбол. Мы играем в первых 20 минут. Очень быстро. И это хороший уровень. Для меня это хороший уровень. Это хорошая впечатление о первом матче. Да, ну впечатление очень хорошее. Уровень действительно достаточно высокий. Я даже удивлен этому. В хорошем смысле. И с Динамо сегодня в команде играл очень быстро. Старался играть скоростной футбол. Первые 20 минут особенно. У нас были достаточно высокие скорости. Уже мы скажем, что Динамо старался играть первые 20 минут. Счет был 0-4. Нет, Динамо играли очень хорошо. В первые 20 минуты после этого Динамо играли тоже очень хорошо. В первом тайме. Мы играли хорошо в первом тайме. Динамо после этого Динамо хорошо во втором тайме тоже показывало хорошо. После 0-4 вы имеете ввиду, да? Да, после 4-0. Два момента про ваш гол, что скажете, и про дотсинг-карт, совершенно сумасшедший в конце игры. Это наибрация, когда мы тренируем каждый день, я знаю, где Хезус поставит球, и это не трудно, когда мы тренируем все, когда мы тренируем. Это наигранная комбинация, мы тренировали, но до этого на тренировке тоже отрабатывали, поэтому, в принципе, это все хороший гол наигранная комбинация. Это очень хорошая возможность для него, потому что Real Sociedad у него была в последние 4-5 лет, Я думаю, что это отличная возможность для него. Риалси всегда растет последние четыре-пять лет, показывает рост, поэтому я думаю, что он должен играть, так как играл здесь, без не чувствовать этого давления, и все, я думаю, у него будет хорошо. И это отличная возможность для него, потому что он будет играть в Чемпионов. Соржан, знаете ли вы, какой ваш соотечественник раньше играл, в начале... Вы знаете, сербянский игрок, который играл в «Спартак»? И готовы ли вы сдать? В 2000 годах, вы готовы быть? Да, я знаю, я знаю все о нем. Знаманья Ведич – один из наших... Нет, один, он, по-моему, лучший сербянский игрок. И я знаю его уровень. Я хочу играть в моем игре, вы знаете. Это будет сложно играть как он. Да, конечно, я знаю неманья Ведич. Не то, что продаем. В принципе, один из лучших защитников, в принципе, в Сербии. Поэтому я понимаю, какой это уровень. Но я буду делать все возможное, стараться. Повторить, конечно, будет иногда сложно. Были какие-то сильные переезды в Россию? Какие-то выкинулись в России? Нет, 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 нет. А почему? Нет, нет. Почему? Нет, потому что я также говорил с некоторыми игроками, которые играют здесь. Например, в СССР, с Меланом Гаичем. Они мне сказали все о России. Но я не знал. Я на самом деле общался с ребятами из СССР, чтобы у меня знакомы. Гаич, Эллард. Они говорили мне только все хорошее о России, поэтому принять решение мне было сложно. в Январд, в СССР, с Востоками, как-то и друг с двумя центров, и в СССР? В СССР. Для вас, с университетами, более привычными, в Канель? В СССР? Для меня это не важно, потому что в последние 2-3 года в Португале и Спании я тоже играю с двумя противниками. Иногда два центра, иногда три. Для меня это не важно. Для меня это не важно, как мы играем и победим каждый гейм. Для меня, на самом деле, нет большой разницы. В два центральных или в три центральных. У меня в Испании и Португалии опыт игры как и так, и так. В зависимости от матча, зависимости от соперника. И самое главное, что мы играем, что мы показываем футбол и что мы побеждаем. Это самое главное. Есть ли разница подицы, как вы играете на правильный центральный или на правильный центральный? Для меня это не важно. Я просто хочу играть и показать, что я могу сделать. И маленькая разница, потому что ноги. Я левый футбол. И для билд-ап, я чувствую более комфортно. Но это не важно, я могу играть. Ну, на самом деле, тоже здесь большой разницы нет, слева или справа. Я и там, и там тоже, в принципе, готов играть. Главное – это выходить на поле и показывать все, что можно. Конечно, я левша. В этом смысле начало атаки. Мне, наверное, удобнее чуть-чуть слева, бы я играл сегодня. Но, в целом, это существенно не является. Спасибо. 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 Спасибо.